В столице региона появилась первая гончарная студия. В минувшие выходные ее открыла местная бизнес-вумен. Для жителей округа там провели бесплатные мастер-классы по лепке из глины, чашек, тарелок и колокольчиков. Простое, казалось бы, на первый взгляд занятие требует в первую очередь терпения и аккуратности. В этом убедилась и моя коллега Людмила Сидейска. Из этого пуска глины можно смастерить чашку, тарелку или свистушку. Сейчас я попробую слепить пиалу за гончарным кругом. На первый взгляд лепить просто, но надо обладать определенными навыками. Впрочем, новичкам не стоит волноваться, потому что на помощь придет мастер. На изготовление этой пиалы мне потребовалось 20 минут. Одно из главных правил лепки за гончарным кругом – руки должны устойчиво держаться на коленях. Но для того, чтобы изготовить настоящий шедевр при работе с глиной, необходима не только сила, но и аккуратность. Потихонечку, аккуратненько гладим глинку и ведем наверх. Полина Широкова – мастер-керамист. Своему ремеслу она посвятила уже пять лет. Девушка признается, она всегда хотела заниматься творчеством и ни в каком другом направлении себя не видела. Поэтому после школы поступила в художественный институт. Я понимаю, что глина – это великая вещь, интересная. Потому что в школе все-таки, когда преподают и говорят слово «керамика», ее немножко, мне кажется, свойства какие-то принижают. А там, в институте, я поняла, что это на самом деле не все так просто. Это надо иметь действительно очень большое мастерство. По словам мастеров, лепка из глины – это не только увлекательно, но еще и полезно. Такое занятие помогает расслабиться и поднимает настроение. Неудивительно, что у первых посетителей мастерской впечатления от процесса изготовления посуды только положительные. Я впервые работала с глиной именно на кончарном круге. До этого я здесь же пробовала лепить руками. Когда из кусочка глины лепится тарелочка. Это космос. Я думала, у меня ничего не выйдет. Ну, то есть, что получится, просто комок непонятный. Но и миска вышла симпатичная. Сейчас вот ее обжигать должны. А чашка вообще почти натуральная. Как в магазине. Классно же. Также для всех желающих провели мастер-класс по изготовлению тарелки в форме рыбки. С помощью специального станка глины принимают форму тонкого пласта. Затем из него вырезают фигуру и начинают раскрашивать специальными красками. Когда изделие готово, ему сначала дают высохнуть, после чего обжигают в печи. Ну, во-первых, новое – то, что она работает с глиной. Наверное, да. Рисует, да и как бы в коллективе интереснее, чем дома. Ну, у меня, наверное, то же самое. Я в первый раз работаю с глиной. Идея открыть студию керамики в Наринмаре у Екатерины Тарасовой появилась в начале этого года. Пройдя курсы гончарного дела, девушка была уверена – лепка из глины заинтересует всех, кто дружит с фантазией и любит пробовать что-то новое. И уже взрослым даже сделать себе домой какую-то классную посуду, потому что всегда же хозяйка хочет выделиться и удивить подруг, которые пришли в гости, и сервировать, например, тот же сыр на красивой тарелке оригинальной, или подать ту же рыбу на стол праздничный в тарелке в форме рыбы, раскрашенной своим каким-то по своему видению. И даже могут быть какие-то, не знаю, семейные изделия, то есть, например, там с надписями керамика, она ведь вечно, она хранится очень долго. Все желающие могут не только посетить разовые мастер-классы, но и записаться на курсы гончарного творчества. Научиться лепить из глины приглашают не только взрослых, но и детей.